Продолжаются репортажи большого тест-драйва с франкфуртского автосалона. Продолжает умирать автомобильная индустрия, ребята. И сейчас мы вам покажем то, что так и не случилось. Да, изучавшие русский язык в школе видят, что это автомобиль Форд Куга. Слушайте, на протяжении, наверное, 10 лет мы в большом тест-драйве говорили о том, что Форд Куга, который был на российском рынке, ну, представлял из себя самый труднозапоминающийся автомобиль в истории. И вот, когда Форд ушел с российского рынка, он родил, наконец-то, автомобиль, на который хотя бы хочется смотреть. Вы посмотрите, посмотрите на эти прекрасные формы. Это же одновременно и Kia Sportage, и Porsche Cayenne, и, в общем-то, какие-то другие прекрасные аллюзии. Где были все эти элегантные линии, вот пока мы видели в торговых этих самых центрах, в дилерских центрах Форд Куга? Ну, где был этот автомобиль? Пойдемте, посмотрим на него сзади. Вот он в серо-синем таком цвете. Ну, посмотри. Погодите, ну, это другой Форд. А, да, тот же Куга. Вот, смотрите, какая задница. Ну, практически, ребята, практически это Мазда. Это какой-то уменьшенный вариант Мазды 9, да? Вот, посмотрите, какая вещь. Идите сюда. Вот какой Форд мы с вами потеряли. Ммм, какой запах. О, какой забытый запах нового автомобиля, в котором есть бляха-муха настоящая кожа. Боже, ребята, это вау. Знаете, вот как, ну, не хочу грустных аллюзий, знаете, вот когда мечты о несбывшемся прошлом обуревают человека, что он, например, мог вместо того, чтобы пить с друзьями крепленое вино, учиться, сдать хорошо ЕГЭ, поступить в крутой вуз, потом пойти работать в Москва-Сити, купить яхту, сука. Но всего этого не произошло, потому что он бухал крепленое вино. Вот такое же ощущение у меня в этом автомобиле. Потому что, ребята, ну это настоящий прорыв был бы. Если бы Форд, сука, сделал эту машину, ну хотя бы 3 или 5 лет назад, это же просто самая настоящая бомба. Вы посмотрите. Ну это же просто хорошо сделано. Я понимаю, что это дермантин, это, да, это не настоящая, наверное, скорее всего, кожа, но это все выглядит очень-очень премиально. Посмотрите, матовое, как бы пластиковое квазидерево. Прекрасная, ну, кстати, климатическая установка, в которой, ну, реально ничего не бесит. Слушайте, чуваки, а ведь я думаю, что в компании Форд какой-то вредитель засел на самом верху, который не позволил этой прекрасной компании, как мы видим, ведь смотрите, какой потенциал. Да, дерюга, но мягкая, сука. Вот я вот сижу, нет, ну мне хочется ехать в этом автомобиле. Смотрите, панорамная крыша. Блин, вот таким должна быть Куга. Смотрите, дерево. Ну это, конечно, не дерево, это пластмасса. Но, сука, выглядит-то как дерево. Какой-то... Я предлагаю компании Форд нанять какого-нибудь, как минимум, полковника ФСБ, чтобы он провел внутреннее расследование, кто засадил компанию Форд на европейском рынке в самую жопу, из которой я не знаю, как она выберется. Ну вот, реально, парни, ну, наконец-то у Куги могла бы появиться собственная морда и прекрасный салон, в котором хочется находиться вместе с семьей. И ничего этого не произошло во время. Видите как? Эх, да. Короче говоря, Форд Куга это реквием по упущенным возможностям. Давайте еще раз внешне в сером цвете ее посмотрим. Слушайте, кстати, невероятно, невероятно удобно выходить из этого автомобиля. На самом деле, это даже, ну, по ощущениям, это даже не столько какой-то кроссовер, сколько, скорее, чуть-чуть, ну, приподнятый приподнятый хэтчбэк, скорее всего, так. Вот, смотрю на него, и, блин, и жалею, что на российском рынке этой машины, на самом деле, видимо, никогда не окажется. Это был большой тест-драйв. Это про... нельзя так говорить, да? Ну, короче говоря, вы понимаете, что Форд, конечно, упустил момент, да. Давайте еще раз, еще раз полюбуемся этим аппаратом. Куга. Сергей Стилавин с кладбища Форд. Форд следует... Продолжение следует...